Я живу в Костомукше. По образованию я музыкант, а мое хобби – редкие музыкальные инструменты и устройства, способные издавать управляемый звук. Я их коллекционирую. Что-то покупаю на интернет-аукционах, что-то приносим друзьям. Я это ремонтирую, модернизирую, что-то изобретаю и изготавливаю сам, а что-то делаю по чужим эскизам. Однажды в Париже я был в музее старинных музыкальных инструментов. И вот когда я бродил по залам, то мне показалось, что инструменты находятся просто как в саркофагах, в этих стеклянных ящиках и в витринах. Мне кажется, инструменты должны звучать, потому что инструмент, на котором не играет, он погибает. Возможно, от одиночества. Поэтому, когда недавно мне администрация местного культурно-музейного центра предложила создать выставку своих инструментов на своих территориях, я вспомнил свои парижские ощущения и сразу пришел к выводу, что эта экспозиция должна быть максимально интерактивной. Люди, которые туда придут, и особенно дети, могли все это потрогать, извлечь какие-то звуки, помузицировать. Ну и услышать, конечно же, историю этих инструментов, потому что, поверьте, за каждым из них стоит нечто совершенно уникальное. Я думаю, что музыканты могли бы спокойно устраивать какие-то сейшны в формате квартирников. Педагоги, скажем, музыкальной школы могли бы проводить свои мастер-классы, которые бы показывали детям и их родителям возможности их музыкальных инструментов. Мастера, которые занимаются изготовлением народных инструментов, тоже могли бы принять в этом участие. Вы бы могли, придя на эту экспозицию, научиться изготавливать простейшие музыкальные инструменты вместе с детьми. Из того материала, который вокруг нас, из того, что вы уже собирались просто-напросто выбросить на свалку. Экспозиция будет называться «Формула музыки». И я планирую проводить лекции и экскурсии по четырем основным направлениям. Генезис музыкальных инструментов от литофона до луп-стейшн. Музыкальные инструменты севера. Саунд-дизайн. Что это такое? И, наконец, джанк-ярд джем. Музыка с минимальными затратами. Экспозиция предполагает большое количество архивных фотографий, схем необычных старинных и современных музыкальных инструментов. Однако есть проблема. Музей – это в прошлом помещение детского сада. И он абсолютно не оборудован средствами хорошего звукоизвлечения, нормальным трековым светом, который позволял бы все экспонаты как-то особенно выделять. Ну, а средств, как вы понимаете, у музея нет и, в общем-то, не предвидится. Музыка Так что красивая идея может быть просто нивелирована до уровня, ну, знаете, какой-то школьной выставки прошлого века. А нам хотелось бы создать нечто яркое, эффективное и мобильное. Музыка Музыка Музыка